Здравствуйте! Это программа «Черным по белому». Говорим о наиболее важных и интересных событиях, которые были затронуты в средствах массовой информации на этой неделе и имели отношение к Дагестану и дагестанцам. И вот некоторые из них. В Махачкале прошла бизнес-сессия «Инвестюры в Кавказ» с участием замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева и в Рио главы Дагестана Владимира Васильева. Рассказали о том, как предприниматели могут получить поддержку от государства на проекты от 100 миллионов рублей. Очередное крупное открытие в регионе. В поселке Шамхал-Термин начал работу тепличный комплекс «Юг Агрохолдинг» площадью 21,2 гектара. Выручка предприятия от выращивания томатов должна составить 739 миллионов рублей в год, а налоговые сборы – более 100 миллионов рублей. Владимир Васильев принял участие в праздновании Дня Матери. Но главное, что оттуда вынесли СМИ – это его заявление о поиске нового министра образования и науки Дагестана. Страдающим от постоянных перебоев с электричеством Ленинкенте установили новый, более мощный трансформатор, который, по словам энергетиков, покроет нужды не только самого поселка, но и прилегающих к нему территорий Кировского района Махачкалы. В ближайшие пять лет в поселке Ленинкент с уровнем напряжения проблем у населения не будет. Насколько был вменяем следующий персонаж, нам неизвестно, но адекватным его назвать довольно сложно. В Кизельюртовском районе на железнодорожном перроне злоумышленник напал на сотрудника полиции, который стоял рядом с автоматчиком. В итоге он успел нанести полицейскому удары ножом, а сам с огнестрельными ранениями попал в больницу. Жизнь сотрудника МВД вне опасности. Заведующий кафедрой ДГУ Басир Алиев в третий раз вошел в топ-100 самых продуктивных российских ученых, которые отбирались среди 40 тысяч российских экономистов. В Махачкале прошла выставка с изображением исторических заброшенных местностей Дагестана под названием «Старые села. Уходящая культура». В экспозицию вошли 65 фотографий. Дагестанские активисты начали строительство центра для бездомных животных в районе села Талги, стоимость которого оценивается в 15 миллионов рублей. Ну а теперь еще об одной новости, но немного подробнее. Не очень принято считать чужие деньги, поэтому давайте посчитаем свои. А именно, поговорим о проекте бюджета Дагестана на 2018 год, который принят в первом чтении Народным собранием Республики. Нас объединяет общие мысли и озабоченность о сфере здоровья, образования, о том, как улучшить нашу жизнь. Это слова руководителя Дагестана Владимира Васильева, который также принял участие в сессии регионального парламента. Но прежде чем получить новые деньги, конечно, по всем правилам приличия, необходимо рассказать, что случилось со старыми. Что и сделал в Рио министр экономики и территориального развития Дагестана Раюдин Юсуфов. По итогам, 10 месяцев состояния экономики региона таково. Рост темпов промышленного производства составил около 30%, продукции сельского хозяйства 4,7%, строительства 4,7%, оборота розничной торговли 2,8%, объема платных услуг населению 2,7%, реальных располагаемых денежных доходов 3,3%. Индекс промышленного производства увеличился как в целом на 29%, так и по обрабатывающему производству на 35%. Добыча полезных ископаемых на 1,1%. Все эти показатели плюсовые и разного рода высказывания, особенно на научно-практических конференциях, что данные статистические недостоверны или они раздуты. Рост от Российской Федерации эти показатели считают не только по Дагестану, не только по субъектам Северо-Кавказского федерального округа, но и в целом по Российской Федерации. Поэтому я просил бы этим цифрам относиться так, как они есть. По словам Юсуфова, среднемесячная зарплата работников республики за январь-сентябрь составила 21 379 рублей, что на 5,1% больше аналогичного периода 2016 года. Итак, на следующий год объем валово-регионального продукта составит 724 миллиарда рублей. Прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на будущий год должен быть более 95 миллиардов рублей. Юсуфов назвал бюджет будущего года не просто социально ориентированный, а полностью социальным. Потому что в нем предусмотрены средства на увеличение заработной платы, предоставление социальных льгот, а также на все и вся современной российской социальной сферы реализацию майских указов президента. То есть в полном объеме планируется оплачивать в 2018 году жалования с учетом увеличенного минимального размера оплат труда и даже индексированные стипендии студента. Не забыли и тему земского доктора, на которую заложено 148 миллионов рублей. Должно лучше себя чувствовать в следующем году и наше сельское хозяйство, право которого отстаивал на сессии руководитель профильного министерства. Деньги он попросил в первую очередь на технику, потому что в настоящее время изношенность технопарка в республике доставляет 50%. Поэтому на софинансирование лизинга сельхозтехники было попрошено включить в бюджет 2018 года 100 миллионов рублей. Зачем? На это руководитель министерства хоза ответил так. Это в перспективе поможет принести свыше 1 миллиарда рублей прибыли. Но это все в следующем году. А вот в этом еще остаются долги по зарплате перед частью бюджетников. Об этом Владимир Васильев собирается поговорить в ближайшее время с президентом страны. И попросить сделать так, чтобы долгожданная зарплата пришла как новогодний подарок тем, кто ее ожидает. И в конце о мечте. О мечте, чтобы Дагестан перестал быть дотационным. И наоборот, сам помогал другим регионам. Владимир Васильев сказал так. Мы можем стать донорами. Мечту такую можно и нужно реализовывать. Но пока мы не взыскиваем налоги. Мы не собираем. Ну и налоговые платежи в том объеме, в котором должны собирать. А это наши амбиции. Это наши возможности. Это была программа «Черным по белому». И ровно через неделю мы еще раз с вами увидимся, чтобы обсудить все самые важные и интересные новости Дагестана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова